Обычно утро брендинговой кампании «Два слова» начинается в этом здании, в центре Барнаула. Но уже три дня сюда приходит лишь часть коллектива. К сожалению, всех на удаленку, по словам сотрудников, перевести не получилось. Сейчас это выглядит вот так. То есть обычно у нас 15 человек. Сегодня нас здесь четверо. Вот так выглядит наш офис. В отсутствии сотрудников. И, в общем-то, мы здесь довольно спокойно, в небольшом количестве, продолжаем работать. Руководитель компании считает, что своего рода самоизоляция сотрудников поможет снизить нагрузку на нашу систему здравоохранения в случае реальной эпидемии. Ведь живых контактов у них теперь минимум, разве что с членами семьи. Дом работает вполне неплохо. Вот мое рабочее место такое. Мы все время на видеосвязи с ребятами, в чатах. И, в целом, пока все воспринимается довольно неплохо. Конечно, дома есть неудобства. Например, у меня дома маленький ребенок. И периодически приходится отвлекаться. Но, в целом, пока все хорошо. Не поменялся в компании график работы с 10 утра до 7 вечера. Многие сотрудники отметили, что плюсы и в данном случае есть. Можно встать попозже, ведь собираться и ехать никуда не нужно. С клиентами мы продолжаем общаться в том же самом режиме. Ни в коем случае ничего не теряется. Перешли в онлайн-режим. Если были назначены какие-то встречи и презентации, мы, опять же, проводим их по скайпу или другими мессенджерами также. Но командировки пришлось все-таки отменить. Девушки компании даже проводят эксперименты. Пробуют переодеваться во время общения с коллегами в рабочую одежду. А еще размышляют, как получить необходимую дозу витамина Д. Ведь солнце светит исключительно на улице. В целом, мне абсолютно комфортно. Никаких проблем я не испытываю. Но все равно надеюсь, что это скоро закончится. В том числе благодаря нашим усилиям. И мы все-таки вернемся в офис и будем работать как раньше. На самом деле, руководитель компании пока определил, что на удаленке сотрудники будут работать две недели. Но если ситуация в городе будет благополучной, в другом случае, ребята останутся дома на более длительный период. Татьяна Голубева, Николай Шелко. День с толком.